ЧТЕНИЕ СЛОВ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА РАЗОБЛАЧЕНИЕ АНТИХРИСТОВ Пункт 8. Они хотели бы, чтобы другие покорялись только им, а не истине и Богу. Часть 3. Часть 3. Один день из жизни Сяодзя Давайте перейдем к следующей теме. Что это будет за тема? Пожалуй, я расскажу вам одну историю. Истории также имеют отношение к истине и критериям поведения человека, его действий и поклонения Богу. Послушайте, какое отношение к истине и критериям поведения человека имеет эта история? В ней рассказывается об одном дне из жизни Сяодзя. Ее герой Сяодзя. А сколько примерно времени длятся описанные в ней события? Один день. Кто-то может сказать, а стоит ли вообще рассказывать о событиях одного дня? Ну, это зависит от того, что именно вы рассказываете. Если это просто пустые разговоры о добре и о зле, то рассказывать не стоит. Но если речь идет об истине, то пусть это будет всего лишь один день. В таком случае стоит рассказывать даже о событиях одной минуты. Верно? Сяодзя – человек, преданный своему стремлению и усердно исполняющий свой долг. Его история начинается рано утром, сразу после пробуждения. Сяодзя встал, прочитал Слово Божье и свои молитвы и затем отправился завтракать. Он взял себе миску каши и немного овощей. Потом он увидел яйца и подумал, надо бы взять парочку. Два яйца в день – достаточная еда. Но протянув руку, он засомневался – взять два яйца или одно? Нехорошо, если окружающие увидят, что я взял два яйца. Это невероятная жадность, и люди подумают, что я обжора. Лучше я возьму только одно. Он убрал руку, но затем снова протянул ее и взял яйцо. Как раз в этот момент подошел кто-то еще, чтобы взять яйцо, и у Сяодзя замерло сердце. Он подумал, лучше вообще не есть яйца. У меня есть каша и овощи, а также несколько паровых булочек. Этого вполне достаточно для завтрака. Я не должен быть таким жадным. Зачем мне вообще яйца? Будет ужасно, если другие это увидят. Разве это не означает, что я стремлюсь к комфорту? Я вообще не буду есть яйца. Подумав так, Сяодзя положил яйцо на место и за несколько минут, покончив с завтраком, приступил к исполнению своих обязанностей. Он занялся текущими делами, выполняя одно задание за другим. Время летит быстро, глазом моргнуть не успеешь, а уже время обеда. Все остальные пошли обедать, а Сяодзя посмотрел на часы. Было двенадцать сорок. Минутку. Я не должен торопиться и идти есть со всеми. Если я понесусь вместе с ними, не буду ли я таким же, как они, не покажусь ли я обжорой? Подожду еще немного. Он продолжал заниматься своими делами, но его желудок взбунтовался и начал урчать. Держась за живот, он рассеянно смотрел на экран компьютера, думая, «Я умираю от голода». Что сегодня на обед? Может быть, мясо? Было бы здорово поесть мясо. Его живот продолжал урчать, когда он думал об этом, и он с большим трудом смог дождаться, пока все остальные вернулись с обеда. Кто-то сказал, «Как? Ты еще не пообедал? Иди скорее, еда остывает». Сяодзя ответил, «Не беспокойся. Я еще не закончил текущую работу. Вот закончу и пойду». Не лучше ли продолжить работу после того, как поешь? «Ничего страшного. Я скоро закончу». В общем, Сяодзя переборол чувство голода и продолжил работать. По правде говоря, он был уже сильно голоден, и у него не было никакого настроения продолжать работу, но он все равно терпел голод и продолжал притворяться. Через некоторое время он снова посмотрел на часы, увидел, что уже полвторого пополудни, и подумал, «Ну все, хватит. Пожалуй, пойду обедать». Как раз, когда он собирался встать и пойти поесть, сестра принесла ему поднос с едой и сказала, «Уже так поздно. Ты почему не пришел обедать? Как бы ты ни был занят, ты все равно должен есть. У тебя будут проблемы с желудком, если ты не будешь есть вовремя». Он ответил, «Все в порядке. Я поем после того, как закончу работу. Тебе не нужно никуда идти. Я принесла тебе еду, так что поторопись и поешь». К чему такая спешка? Я еще даже не проголодался. Как только он это сказал, у него в животе оглушительно заурчало. Сяодзе схватился за живот, смущенно улыбнулся и сказал сестре, «Не беспокойся, не надо снова приносить мне еду. Но если я этого не сделаю, еда остынет, и ее придется снова разогревать». Ее уже один раз разогревали. Ну тогда спасибо. С текущими слюнками Сяодзе взял у сестры еду. Взглянув на поднос, он остался очень доволен. Две паровые булочки, овощи, мясо и суп. Когда Сяодзе увидел паровые булочки, у него возникла еще одна идея, и он сказал сестре, «Я не осилю две булочки. Я слишком занят в эти дни, не могу нормально спать, и у меня особо нет аппетита. Две булочки – это слишком много. Забери одну». «Ничего страшного. Если ты действительно не сможешь доесть булочку, то отправишь ее обратно». Ответила сестра и ушла. Сяодзе подумал про себя. «Скорее. Я умираю с голоду». Он взял миску, видя, что рядом никого нет, но все равно чувствуя себя немного смущенным и осторожно сделал глоток. Затем он посмотрел на мясо. «Вау! Как же пахнет эта тушеная свинина! Но я не могу съесть ее прямо сейчас, сначала я должен поесть овощей. Я съем меньше мяса, если наемся овощей, иначе я прикончу половину миски с мясом, и разве это не будет выглядеть неприлично?» Он задумался на минутку и поступил именно так. Он с жадностью уплел паровые булочки и овощи и заел их супом. Во время еды он почувствовал, что ему хочется немного мяса, и он подцепил кусок тушеной свинины. Поднося его ко рту, он закрыл глаза, предвкушая удовольствие. «Как вкусно! Мясо действительно великолепно, но я не могу съесть его слишком много. Одного кусочка достаточно, есть еще овощи и суп». Он продолжал есть паровые булочки, не сводя глаз с мяса. «Может, мне съесть это мясо?» Оно такое вкусное, было бы очень жаль его оставлять. У него снова потекли слюнки, и он подумал, «Я знаю. Я буду разламывать булочки и макать кусочки в бульон. Разве это не то же самое, что есть мясо?» Так другие увидят, что я не ем мясо, но я все равно смогу ощутить этот мясной вкус. «Как это здорово!» С этой мыслью он макнул в подливу кусочек паровой булочки, затем достал его и съел. Ему понравилось, по вкусу это почти не отличалось от мяса. Сяоцзя тут же разломал всю булочку и бросил ее в соус. Меньше чем за 10 минут он доел всю булочку и суп. Он съел только одну паровую булочку, борясь с желанием съесть вторую. Съев все, что собирался, Сяоцзя почувствовал себя более или менее сытым, и ему больше ничего не хотелось. Тогда он подумал, «Ох, не совсем прилично есть так быстро, как будто я умираю с голоду. Я действительно был очень голоден, но нехорошо, если люди это увидят. Я должен есть медленно. Но что я могу сделать сейчас, когда я уже закончил обедать? «Ладно, у меня есть идея. Я отправлю оставшуюся еду обратно через 10 минут». Он взял в руки часы и уставился на циферблат. «Пять минут? Десять? Пятнадцать? Так уже два часа. Отлично. Отсылаю обратно». Довольный собой, он отправил обратно оставшуюся тушеную свинину и паровую булочку. Сяот-Ззя вернулся уже после двух часов пополудни. Его братья и сестры ушли на послеобеденный отдых, а ему нечем было заняться одному, и поэтому он заскучал. Он подумал, «Может, мне тоже вздремнуть?» После еды всегда полезно вздремнуть. Но нет. Если я буду спать, когда и все остальные спят, чем я тогда буду отличаться от них? Мне нельзя спать. Я должен держаться. Но как не заснуть? Я не усну стоя, но если я буду все время стоять, то если кто-то вдруг войдет, я его напугаю. Нет, стоять нельзя. Что ж, тогда я просто сяду за компьютер. Если кто-то увидит меня, то подумает, что я работаю, а на самом деле я просто передохну. Отличный ход. Он уселся перед компьютером, тупо уставившись в монитор, но уже через пять минут упал лицом на клавиатуру и захрапел. Через сорок минут Сяодзя внезапно проснулся от глубокого сна и вскочил. Разве я не стою? Как это я заснул? Он посмотрел на часы, увидел, что уже поздно, и пошел умываться, пока там никого не было. Увидев себя в зеркале в туалете, он сказал, «О, нет! На моем лице следы от клавиатуры. Как я могу показаться в таком виде?» Он поспешно вытер лицо, протирая и похлопывая его, и пробыл в туалете довольно долго. Потом он посмотрел в зеркало, увидел, что следы от клавиатуры почти исчезли и обрадовался в душе. Никто и не заметит, если только не будет особо присматриваться. После этого он причесался и поправил воротничок. Но вдруг заметил, что воротник его светлой рубашки немного засален, а при ближайшем рассмотрении манжеты тоже оказались немного грязными. Он подумал, «Я не мылся и не менял одежду уже несколько дней, но в том, чтобы не мыться, есть какая-то польза. Немного грязи никогда никому не повредит, и меня это не беспокоит. В любом случае, разве благодаря легкой неряшливости я не выгляжу более одухотворенным?» Он просто отогнул воротник и рукава рубашки и закатал рукава пиджака, обнажая все грязные места. Очень довольный собой, он воспрял духом и спокойно вышел из туалета. Немного погодя, большинство людей были на своих местах и принялись за работу. Когда Сяоцзя увидел, что все собрались, он сказал, «Недолго вы, ребята, спали. Вы действительно умеете страдать и жертвовать. Я даже не вздремнул, а просто дал глазам минутку отдохнуть, а потом слегка умылся. Иначе у меня не было бы сил». Никто ему не ответил. Ему стало очень скучно, поэтому он тоже принялся за работу. Из-за того, что за обедом он съел столько супа, ему все время хотелось в туалет. Но он терпел, думая, «Если я пойду в туалет, не подумают ли люди, что я лентяй?» «Такая репутация это плохо, поэтому я не могу пойти». Поэтому он держался и терпел, пока кто-то еще не вышел в туалет, и он увидел в этом свой шанс. Он быстро встал в очередь, подумав, «Как здорово просто идти за толпой, потому что никто ничего обо мне не скажет». Это был насыщенный день. Сяодзя много работал, то общаясь с одним, то задавая вопросы другому, подыскивая ресурсы и выполняя всевозможные задания, связанные с его обязанностями. После всей этой суеты наконец настало время ужина. На этот раз Сяодзя пришел чуть позже остальных, но поел более-менее вовремя. Больше всего Сяодзя нравилось время после ужина, потому что только тогда он мог не торопясь выпить чашку своего любимого кофе без каких-либо угрызений совести и без критики других со спокойным сердцем. Почему? Потому что у него было достаточно причин, зачем ему нужно выпить кофе, причин вполне уважительных в глазах окружающих. Поэтому для него это было самое счастливое время. Заваривая кофе, он бормотал про себя. «Мм, сегодня мне снова придется поработать сверхурочно. Даже не знаю, как долго. Посмотрим, как долго я смогу продержаться с этим кофе». Он со стуком поставил чашку со свежезаваренным кофе на стол, как бы говоря всем, «Ну и что? Я пью свой кофе, и что вы мне сделаете?» Он взглянул на окружающих. Никто на него не смотрел, но он все равно небрежно поднял чашку и сделал глоток кофе, размышляя. Все говорят, что кофе хорош, и это действительно так. У него каждый день новый вкус, он дарит новые ощущения. Это замечательно. Довольный, он с гордостью отхлебнул кофе, а затем рассеянно осмотрелся в поисках работы на вечер. По сути, у него не было никакой цели, и он чувствовал себя измотанным после напряженного дня, но заставлял себя продолжать работу. Он не мог задремать и не мог позволить другим увидеть, что он устал или проявляет небрежное, безответственное или непочтительное отношение к своей работе или своим обязанностям. Он заставил себя взбодриться и сел за компьютер, чтобы продолжить работу. Естественно, он пил кофе, чашку за чашкой. Чем больше кофе он пил, тем бодрее становился и тем меньше ему хотелось спать. Время от времени Сяо Цзя поглядывал на часы. Уже второй час, но я не могу пойти спать, так как я поставил себе цель лечь в три часа ночи. Я даже не могу пойти спать в два пятьдесят, потому что так я нарушу свое обещание и не смогу оправдать это перед Богом. Это обещание, которого должно придерживаться сотворенное существо, поэтому я обязан его выполнить. Я сказал, что лягу спать в три часа ночи, и я лягу спать в три часа ночи, даже если мне придется выпить целое море кофе. Так он пил кофе и боролся со своей усталостью, мысленно сдерживая и контролируя себя. В три часа ночи Сяо Цзя должен был выполнить важное задание. Он взял телефон и отправил сообщение, в котором говорилось «Сестра такая-то, это Сяо Цзя, у меня для тебя важное напоминание. Не забудь, что завтра в 10 утра состоится собрание группы. Участие в этом собрании обязательно не опаздывай. Подпись Сяо Цзя». Отправив это сообщение, Сяо Цзя расслабился, но его не оставляла мысль. «Я-то отправил сообщение, но что, если она его не получит? Знает ли она, что я отправил ей сообщение? Я пока не могу пойти спать. Нужно подождать и посмотреть, ответит ли она? После получаса ожидания ответа все еще не было, и он подумал, неужели она спит? Чего это она ложится спать так рано? Куда это годится в три часа ночи уже спать? Он подождал еще, и наконец в три пятьдесят получил ответ от сестры, «Я не забыла о завтрашнем собрании в десять утра? Надеюсь, ты тоже не забудешь и придешь вовремя». Сяодзя прочитал это сообщение и подумал, «Ох, ну что она за человек? Как она может ложиться спать позже меня?» Но он больше не мог терпеть, больше никакого кофе. «Если я выпью еще немного, то вообще не усну этой ночью. Мне нужно ложиться спать, потому что мне надо встать в пять тридцать самое позднее в шесть утра. Я не могу встать позже других братьев и сестер, потому что проснувшись все должны видеть, как я молюсь, читаю Божьи слова и слушаю проповеди. Поэтому я не могу встать поздно. Все из-за этого сообщения из-за него у меня не получилось рано лечь спать. Но это не важно, окружающие знают, что я засиделся допоздна. Я все же достиг своей цели и завтра постараюсь лечь спать в четыре часа. Размышляя таким образом, Сяодзе почувствовал такую сонливость, что даже не стал раздеваться, вернувшись в свою комнату. Он рухнул на кровать и уже в полусне твердил себе «Не ешь утром яйца? На обед съешь только одну паровую булочку? Не ешь тушеную свинину? Ложись спать в три часа ночи? Тебе еще нужно отправить сообщение?» Сяодзе думал и думал, пока наконец не затих и не заснул утомленный в изнеможении, в мечтах и бреду. Таким был один день из жизни Сяодзе. Скажите мне, ради чего все это было? Разве Сяодзе не утомляла это постоянное притворство? Да, утомляла. Роботы не устают делать одно и то же дни напролет, потому что у них нет ни ума, ни сознания, а вот людей это утомляет. Почему Сяодзе вел такой образ жизни, несмотря на усталость? Зачем он это делал? Был ли у него какой-то план? Да, был. В чем заключался его план? Похвастаться перед другими? Была ли ему польза от этого хвостовства? Он мог заслужить восхищение окружающих. Знакомо ли вам поведение Сяодзе? Какие люди так себя ведут? Фарисеи. Верно. Фарисеи хорошо себя ведут и совершают поступки, соответствующие представлениям людей. Они демонстрируют такое поведение и поступки, чтобы хорошо выглядеть в глазах окружающих и заслужить их уважение. Они делают это для того, чтобы достичь своей цели, вводить людей в заблуждение. В чем же основная суть их притворство и совершение всевозможных хороших поступков, чтобы порисоваться перед другими? Это притворство, обман, введение в заблуждение, что еще? Фальшивая духовность. Сколько всего в течение дня Сяодзе было связано с характером и является типичным для тех, кто способен на притворство? Он ел яйца, паровые булочки, тушеную свинину и пил кофе. Все это несущественные поступки, но какую сущность можно в них разглядеть? Притворство и самоконтроль. Притворство в чем? Притворное страдание. Страдание, по мнению людей, это хорошо или плохо? Страдание это хорошее поведение, которым все восхищаются. Как люди к нему относятся? Они считают, что это практика истины. Поэтому Сяодзе не колеблясь, страдал и приносил жертвы. В чем заключались его страдания? Он отказывался от вкусной еды, поздно ложился спать, рано вставал и дисциплинировал свое тело. В чем суть таких страданий? все это притворство. Он страдал не ради истины или праведности, а для того, чтобы добиться почитания и обожания других, ради собственной хорошей репутации и престижа. Страдал ли он за истину? Соответствовали ли его поступки истинным принципам? восставал ли он против самого себя и отказывался ли от своих личных интересов во имя истины? Можем ли мы сказать что-то подобное? Нет. Какой же была природа его страданий? Было ли это притворением истины в жизнь? Было ли это проявлением его любви к истине? Нет. Не было. Тогда что же это было? Это было лицемерие? Это было отвращение к истине? Это был обман, притворство, позерство и введение в заблуждение. Его действия и выбор были основаны на его собственных фантазиях и представлениях, сосредоточены на его собственных интересах. Они вообще не имели ничего общего с истиной. Он не искал истину, поэтому и действия его не были истиной. Они не только не имели ничего общего с истиной, но и полностью противоречили нормальным потребностям человечности, заложенным в глубине его сердца. Разве грешно есть яйца? Нет, это не грех. Но Сяотззя считал, что есть яйца – это проявление жадности. Яйца – это пища, которую Бог создал для человека. Если ты можешь позволить себе есть яйца, то это не жадность. А вот если у тебя нет для этого средств и ты крадешь и ешь чужие яйца, то это жадность. Как Сяотззя это объяснял? Он считал, что есть яйца – это жадность и еще большая жадность, если это видят другие. Он считал, что если бы он мог есть яйца за спинами других, когда его никто не видит, это не было бы жадностью. Каким было его мерило жадности? Главным было то, видит ли его кто-нибудь? Опирался ли он при этом на слова Божьи? Нет, это было его личное мнение. И вообще, есть ли у других какие-нибудь мысли или мнения относительно поедания яиц? Нет. Это была всего лишь теория, которую Сяо-цзя придумал сам. Он считал, что есть яйца на завтрак, значит быть жадным, стремиться к комфорту и заботиться о плоти. Если так, то не стремятся ли к комфорту и не заботятся ли о плоти все те, кто ест яйца? Скрытый смысл заключался в следующем. Когда вы едите яйца, вы заботитесь о плоти. Я не забочусь о плоти, я умею сдерживать себя, поэтому я не ем яиц. Поставьте яйца прямо передо мной, и я, даже взяв их в руки, все равно смогу положить их обратно. Вот такая у меня сила воли и твердость духа, и вот как сильно я люблю истину. А вы смогли бы так поступить? Если нет, значит, вы не любите истину. Как он относился к своей идее? Как к эталону для измерения добра и зла? Не было ли это лицемерием? Это было лицемерием. еще одним проявлением Сяодзи было то, что он не пошел есть, когда пришло время обеда. Что он сделал вместо этого? Он подавил свой голод и отложил прием пищи. Но почему? Он делал это на показ, чтобы это увидели другие. Что он хотел, чтобы другие увидели и поняли? Он хотел показать окружающим, как много страданий он может вынести и как усердно, преданно, искренне и ответственно он относится к своей работе. Он хотел показать людям, что он действительно сверхчеловек. Тогда он достиг бы своей цели. Именно к такой оценке он стремился. Что значила для него эта оценка? Это была его жизнь, его жизненная сила. Разве это любовь к истине? Нет. Так что же нравится таким людям, как он? Они не стесняются выставлять себя на показ, участвуют в заговорах и интригах, обманывают других, создавая видимость, показывая людям, как сильно они могут страдать, и добиваясь от них таких слов, как «ты действительно можешь безропотно выносить страдания». Ты человек, который действительно любит Бога и преданно исполняет свой долг. Они не стесняются представать в ложном обличье и используют различные уловки, чтобы скрыть реальные факты, обманывают Бога и одурачивают других людей, и все это для того, чтобы услышать доброе слово или получить положительную оценку от окружающих. Что это за характер? Это нечестивость. они так хорошо умеют притворяться, действовать на показ и использовать различные уловки. Это всего лишь еда, так почему нельзя спокойно пойти поесть? Разве может человек обходиться без еды? Разве есть вовремя это грех? Разве это грех найти что-нибудь съестное, когда голоден? Это физическая потребность, это разумно. Однако эти люди относятся ко всем разумным потребностям, как к неразумным и осуждают их. Что они пропагандируют? Они пропагандируют постоянную телесную дисциплину, скрывая истинные факты и создавая видимость, чтобы окружающие видели, как они страдают, как воздерживаются от стремления к комфорту, как идут на любые жертвы и отдают свое время, энергию, все, что у них есть, своей работе. Они хотят, чтобы люди видели именно это. Так ли они поступают на самом деле? Нет, не так. Они вводят других в заблуждение, создавая ложную видимость, и это является проявлением нечестивого характера. Они прикладывают столько усилий из-за такой незначительной вещи, как прием пищи. Что же они за люди? Разве так должен поступать человек с нормальной человечностью? Не так. Это слишком коварно. Как поступило бы большинство людей, услышав о том, что кто-то пускает пыль в глаза по столь незначительному поводу? Они бы одобрили это или возмутились? Они бы возмутились. Способны ли вы когда-либо вести себя подобным образом? Иногда Это поведение также серьезно? Чувство голода тяжело переносить, но некоторые способны терпеть эти страдания. Если попросить их подчиниться словам Божьим, прилагать усилия ради Его слов, действовать в соответствии с принципами Божьих слов и говорить честно, они сочтут это слишком тяжелым и трудным. Для этих людей отказаться от собственных интересов и гордыни сложнее, чем вознестись на небо. Но они готовы, чего бы это ни стоило, отбросить слова Бога, действовать в соответствии с собственными фантазиями и защищать свои плотские интересы. Не является ли это проявлением нелюбви к истине? Это один аспект. Какие еще проявления были у Сяодзи? Ему ужасно хотелось спать, но он не ложился. Скажите, если человек хочет спать и ложиться, чтобы немного поспать или хотя бы чуток вздремнуть, и потом у него появляется больше сил для работы, разве это неразумно? Это разумно. Разве кто-нибудь осудил бы Сяодзи за то, что он спит? Так почему же он так боялся, если никто не собирался его осуждать? Чего он боялся? Он боялся, что люди узнают правду. Верно, он боялся, что люди узнают правду. В своих фантазиях он верил, что все его высоко ценят, считают его чрезвычайно способным переносить страдания и исключительно благочестивым. Ему казалось, что если откроется его истинное лицо и окружающие поймут, что он совсем не такой, то весь его хороший образ развалится. Ему невыносимо была сама мысль об этом, и поэтому он не позволял себе даже вздремнуть. Он был очень строг к себе. Что он за человек? Не болен ли он психически? Такие люди часто слушают проповеди, читают Божьи слова и собираются для общения, так почему же они не акцентируют внимание на истине? Это здорово, что ты размышляешь над истинными принципами. Посмотри, что говорится в словах Божьих. Сказано ли там что-то о людях, которые хотят вздремнуть? Бог не делал никаких заявлений по этому поводу и даже не упоминал об этом. Любой нормально мыслящий человек должен знать, как к этому относиться. Если хочется спать, разумно немного вздремнуть, разумно отдохнуть в жаркий летний полдень. В частности, некоторым пожилым людям, у которых не то здоровье, не тот уровень энергии и тому подобное, необходимо немного поспать после обеда. Это зависит не от их образа жизни, это их физическая потребность. Бог дал тебе нормальное человеческое восприятие, сознание и реакции, чтобы ты мог сам регулировать свой ежедневный режим питания, труда и отдыха в зависимости от своих обстоятельств и рабочей нагрузки. Не нужно себя мучить. Допустим, например, что ты отказываешься от изысканных блюд, говоря, Бог не позволяет людям есть вкусную еду. Постоянное употребление вкусной еды делает людей жадными. Бог никогда этого не говорил и никогда не требовал подобного от людей. Но Сяодзя думал именно так и полагал, что Бог, вероятно, думает так же. Он считал, что ложиться спать слишком рано, значит, стремиться к комфорту и роскоши, а Бог этого не любит. Не является ли это непониманием истины. Если Сяодзя не понимал истину, он мог бы попытаться найти ее, но не сделал этого, а просто действовал по своей собственной субъективной воле. Как далеко он зашел? Он выпивал по три-четыре чашки кофе за день, чтобы оставаться бодрым допоздна. Некоторые говорят, «В последние несколько лет, исполняя свой долг, я пил много кофе, чтобы я мог выполнять работу в Доме Божьем». Если их спросят, «Кто заставлял тебя пить кофе? Разве ты не сам так решил?» Они подумают про себя, «А знаешь, почему я пью кофе?» «Не для того, чтобы засиживаться допоздна, а для того, чтобы похудеть. Разве ты не знал? Но я не могу сказать тебе об этом, потому что тогда ты будешь это знать. Буду ли я выглядеть худым, если ты худее меня? Разве это не расчет? Какие здесь содержатся взгляды и идеи? Есть ли здесь хоть что-то от понимания или рациональности нормальной человечности? Нет, здесь нет ничего, кроме умственной изощренности, уловок и козней, притворства, лицемерия и введения в заблуждение. Вот и все. Эти люди всегда все просчитывают. Они ни в коем случае не расскажут никому о своих настоящих взглядах и мыслях, не говоря уже о том, чтобы позволить всем узнать об этом или позволить Богу это увидеть. Они никогда не думают. Я обнажаю себя. Мои действия соответствуют моим мыслям, и я такой, какой я есть. У них совершенно другое мышление. Какое же? Они скрывают и притворяются изо всех сил, боясь, что их образ в глазах других недостаточно возвышенный, благочестивый и духовный. Почему Сяодзя хотел засиживаться допоздна? Многие виды работ не обязательно выполнять по ночам, а после десяти часов вечера люди, как правило, хотят спать. Даже если они продолжат работать, это будет неэффективно, потому что человеческая энергия ограничена. Но Сяодзя всегда заставлял себя работать, не заботясь о том, будет ли эта работа эффективной, хотя прекрасно знал, что не будет. Зачем Он отправил сообщение перед тем, как пойти спать? Чтобы другие увидели, что Он лег спать в три часа ночи. Даже если ты будешь бодрствовать всю ночь, разве в конце концов тебе не захочется спать? И разве ты не сам в этом виноват? Кто-то засиживается допоздна и отправляет сообщение в три часа ночи? Если адресат ответит в четыре часа утра, то он подождет со своим ответом до пяти часов, чтобы показать, что он ложится спать еще позже. Таким образом, они мучают себя и вредят друг другу, и в итоге ни один из них не спит толком всю ночь? Разве они не пара безрассудных идиотов? Что это за поведение? Это глупое поведение. Откуда берется такое поведение? Его источник развращенный характер. Сейчас мы не будем рассматривать, из какого развращенного характера проистекает это поведение, а просто поговорим о том, насколько оно нелепо. Эти люди могли бы изменить свое нелепое поведение и практику, выбрав любое из слов Божьих для притворения в жизнь. Любое из его слов могло бы позволить им жить спокойно и безопасно, сделать их жизнь более реалистичной и практичной. Почему же они не хотят жить в соответствии с Божьим словом? Почему они так мучают себя? Разве они не пожинают то, что сами посеяли? Сколько бы такие люди не страдали, это всегда будет впустую, и как бы много страданий они не перенесли, последствия придется нести им самим. Кто-то говорит, «Я верил в Бога все эти годы и двадцать лет был лидером. Я всегда засиживался допоздна, не высыпался и в итоге получил нервное истощение». Я отвечаю, «Ты легко отделался, получив нервное истощение. Если ты будешь и дальше так глупо изводить себя и вести себя подобным образом, скоро очередь дойдет и до психоза». Может ли человек быть здоровым, если он не спит по ночам, постоянно находится в напряжении, а его организм функционирует ненормально? Они сами в этом виноваты. Предположим, ты скажешь, «Так поступать нельзя». Постарайся организовать работу в дневное время и повысить свою производительность. Когда все вокруг обсуждают работу, меньше говори глупостей и не болтай так много о маловажных вещах. Ты должен уловить ключевые моменты, суть и тему обсуждения, а когда оно закончится, каждый должен заняться своими делами. Не мели вздор и не бездельничай. они тебя не послушают. Они не умеют выражать свои мысли, не делают выводов из своего опыта, а просто несут чушь, тратя время впустую до часу или двух часов ночи, не ложась спать и не давая спать другим. Разве это не мучительно и не причиняет ли это вред другим? И после всего этого они думают «Боже, ты видел, да? Было уже три часа ночи, а я все еще не спал. Бог это видел. Он видел не только их внешние проявления, но и то, что кроется в глубине их душ. И Он говорит «Твоя душа нечиста. Ты бодрствуешь ночь напролет, бессмысленно мучая себя, но Бог никогда не вспомнит об этом. Когда приходит время спать, ты не ложишься в постель, а заставляешь себя терпеть. Ты сам виноват в своих страданиях. Когда человек хочет спать, его веки естественно закрываются. Это инстинкт, поэтому ты заслуживаешь страдания, выступая против инстинктов и законов природы. Бог не будет просить тебя переносить бессмысленные страдания, вызванные нарушением законов природы или нарушением истины или принципов. Если ты настаиваешь на такого типа страданиях, то так тому и быть». Некоторые люди, услышав, что кто-то не ложится спать до трех часов ночи, думают, «Он поступает так же, как я. Что ж, теперь я буду ложиться спать в 3.30 утра». Затем, услышав, что кто-то ложится спать в 3.30 утра, они решают ложиться спать в 4 утра. Разве это не психическое заболевание? У тебя есть множество поводов для соревнования, а ты решил соревноваться в том, кто позже заснет. Это означает, что ты психически ненормален. Есть ли у таких людей проблемы с пониманием? Они не могут постичь истину. Когда у тебя будет время, перестань напрягаться, терзать свой мозг и думать о таких вещах, как внешнее поведение, притворство и фальшь? На что же тогда ты должен обратить внимание? Посмотри, как Божьи слова разоблачают развращенную натуру и нечестивый характер человека и как Он разоблачает людей, небрежно относящихся к Своей работе. Постарайся примерить к себе эти разоблачающие людей Божьи слова, подумай, какие проявления, разоблачаемые Богом, присущи тебе и сколько из них ты часто проявляешь или демонстрируешь. Как здорово подводить эти итоги! Как отвратительно, когда человек так напрягается из-за нескольких яиц или паровых булочек или из-за обмакивания их в бульон? Что это? Это расчетливость и отсутствие мудрости. Кто этот человек? Он идиот. Отлично сказано. Когда речь идет о людях, которые все время подсчитывают, сколько яиц съесть или постоянно думают о том, что нужно выпить кофе, чтобы не заснуть ночью, их можно без преувеличения назвать идиотами, помешанными на еде. В чем проявляется их глупость? Почему мы говорим, что эти люди глупы? Их страдания абсолютно бессмысленны. Они определенно бессмысленны. К чему это ребячество? Неужели ты думаешь, что отказ есть яйца позволит тебе понять истину? Разве это не глупое поведение? Не делай глупостей. Какие люди склонны делать глупости? Люди, не имеющие духовного понимания. Способны эти люди постичь истину? Нет, не способны. Некоторые люди говорят, у них хороший уровень, и они прекрасно умеют проповедовать. Возможно, они и умеют проповедовать, но почему они ведут себя как дети, когда приходит время действовать? Почему их поведение так незрело и смехотворно? Что происходит? Они говорят одно, а действуют совсем по-другому. Говоря, они озвучивают понятые ими доктрины, а их действия – это то, что они реально понимают и могут принять. Одобряют или признают ли они в глубине души доктрины, которые проповедуют. Они не признают, что это истина или критерии, которые они должны притворять в жизнь и соблюдать. На самом деле они считают, что настоящие критерии и пути практики – это схемы и представления, хранящиеся в их душе ложные идеи и практики, а также поведение, которое другие считают хорошим. Не спишут ли таких людей со счетов, если они так и не исправятся? Будет ли у них хоть какой-то шанс на спасение? Надежды мало. Скажи мне, разумно ли держать над головой зонтик или надевать соломенную шляпу под палящим солнцем? Работая на солнце без соломенной шляпы, можно быстро обгореть, так что надевать такую шляпу вполне разумно. Некоторые думают иначе. Носить соломенную шляпу? Не будет ли это глумлением над собой? Как я могу надевать шляпу? Я не боюсь ни страданий, ни загара. И вообще это полезно для здоровья. Если они действительно так думают, это не проблема, но дело в том, что в глубине души некоторые люди так не считают. Они думают, посмотрите на себя, вы надеваете соломенную шляпу, потому что боитесь загореть или обгореть в жаркий полдень. «Я не буду носить шляпу. Зачем бояться загара или солнечных ожогов? Богу это нравится, так что мне все равно, что думают другие». Что вы думаете о людях, которые так говорят? Не считаете ли вы, что они немного лживы и фальшивы? На самом деле за их отказом надевать шляпу стоит мотив, который заключается в том, чтобы показать людям, что они способны страдать и что они воистину набожны. Такое лицемерное поведение отвратительно. Могут ли люди, которые так притворяются, хорошо исполнять свой долг? Могут ли они страдать и идти на жертвы ради исполнения своего долга? А если они загорят или обгорят на солнце, не будут ли они жаловаться и винить Бога? Лицемерные фарисеи никогда не притворяют истину в жизнь, но изображают духовность. Могут ли они действительно страдать и идти на жертвы? Исходя из сущности лицемеров, можно увидеть, что у них нет никакой любви к истине и еще меньше они способны страдать или идти на жертвы ради нее. Более того, сколько бы слов истины они не слышали, они никогда не слушают эти слова и не воспринимают их как истину, а относятся к ним и проповедуют их как некую духовную теорию. Такие лицемеры не понимают, почему люди верят в Бога, почему Он хочет обеспечить людей истиной, каков процесс принятия людьми Божьего спасения, в чем его значение и что Бог на самом деле подразумевает под спасением. Они не понимают ни одной из этих истин. Если в церкви есть лицемер, который не любит истину, но ему нравится быть фальшивым, то на самом деле он фарисей. Такие люди обращают внимание на поведение, внешность и оценку людей в их сердцах, и сколько бы истин они не слышали, они никогда не притворяют их в жизнь. Все, что они говорят, правильно, и они могут озвучивать любые доктрины, но сами не притворяют в жизнь то, что проповедуют. Если кто-то искренне придерживается таких же взглядов, не является ли он таким же, как они? Как отнесется к проявлениям таких лицемеров человек с нормальным мышлением? Он подумает, они практикуют неправильно, не так ли? Почему бы им не быть проще? Когда наступает время обеда, нужно просто пойти и поесть, так зачем же они все усложняют? Он скажет, что эти люди странные, что они понимают вещи извращенно, не так, как другие, и они никак не смогут на него повлиять. Но если он такой же, как и эти лицемеры, и обращает особое внимание на показное поведение и на мнение других, то он будет сравнивать себя и соревноваться с ними. Это подобно тому, как Сяоцзя отправил сообщение в три часа ночи, а получатель ответил на него в четыре утра с мыслью, «Ты отправил мне сообщение в три часа ночи, поэтому я отвечу в четыре часа». А Сяоцзя подумал, «Ты ответил мне в четыре часа утра, поэтому я отправлю свое сообщение в пять. Со временем, соревнуясь подобным образом, любой постепенно станет лицемером. Если церковный лидер является таким человеком, а братья и сестры недостаточно проницательны, то они в опасности, их могут ввести в заблуждение в любой момент. Почему я так говорю? Человек, который не понимает истины, легко впадает в заблуждение и поддается влиянию показного хорошего поведения других. Поскольку они не понимают, какое поведение на самом деле правильное, они верят в свои представления о том, что такое поведение хорошее. Если кто-то другой может вести себя подобным образом, то этот человек становится объектом их обожания, и они думают, что этот человек должен быть лидером, должен быть усовершенствован и любим Богом. Они будут считать такое поведение правильным и в глубине души поддерживать его. Что произойдет, если они одобрят такое поведение. Они последуют за этим человеком. Если же они оба лидеры, то они будут соперничать и соревноваться друг с другом. Однажды церковные лидеры и работники из разных стран собрались в режиме онлайн. Зайдя в интернет и немного послушав их, я почувствовал, что что-то здесь не так. Я подумал, что эти люди здесь делают? Они читают проповеди? Разобравшись в ситуации, я понял, что они молятся. Я недоумевал, почему они молятся таким образом. Это звучало пугающе и выглядело так, будто они скалят зубы и выпускают когти. Само по себе это не имеет большого значения. Так в чем же заключалась главная проблема? Они как будто молились с открытыми глазами, но не открывались перед Богом и не говорили о том, что у них на душе. Скорее, они соревновались в том, кто более красноречив, кто может озвучивать больше доктрин и кто говорит более пространно и проникновенно. Это скорее было похоже на поединок на арене, но уж точно не на молитву Богу. Разве это не конченные люди? Разве они не списаны со счетов? Когда такие люди становятся церковными лидерами, сколько страданий приходится терпеть тем, кто ниже их по положению? Не страдают ли те, кто находится под их началом? Каждый человек с энтузиазмом молился не менее двадцати минут, и, несмотря на указания Вышнего, что на собраниях не должен доминировать кто-то один, и люди могут беседовать лишь по пять-десять минут, они все равно без смущения тратили так много времени на молитву. Я наконец понял, почему многие собрания длятся с утра до вечера. Эти так называемые лидеры занимают много времени, они просто молятся один за другим, в то время, как те, кто ниже их по положению, страдают. Эти лжелидеры только и делали, что вступали в перепалки и мололи вздор, причем некоторые говорили настолько бессвязно, что забывали, что говорили до этого. Для них это было нормально, лишь бы говорить дольше других. Я недоумевал, когда человек молится, он должен молиться Богу с закрытыми глазами, так почему же их глаза открыты? Не смущает ли их то, что их глаза открыты во время молитвы, и они видят, как молятся другие? Если ты думаешь о том, как молятся другие, и какие слова они используют, и желаешь превзойти их, если твое сердце наполнено этими вещами, то сможешь ли ты молиться Богу и говорить от всего сердца? Разве это нормально? Разве все это не проявление фальшивой духовности лжелидеров и лжеработников? Хорошо, когда люди собираются вместе, читают Божьи слова и беседуют об истине, но некоторые рассказывали, ох, ты даже не представляешь, когда эти лидеры собираются и молятся, они как будто скандируют священные писания, они все время говорят об одном и том же и так каждый раз, когда мы собираемся. Надоело это слушать. Как такие собрания могут наставлять людей? Лжелидеры и лжеработники всегда так поступают. Разве это может соответствовать Божьим намерениям? Они не сосредотачиваются на том, чтобы беседовать об истине, помогать людям понять истину и решать проблемы посредством бесед об истине. Вместо этого они поддерживают мнимую духовность религии. Разве это не сбивает людей с пути истинного? В чем же здесь проблема? они совершенно не понимают ни Божьих намерений, ни Его требований к людям. Они просто участвуют в религиозных обрядах и пускают пыль в глаза. Хуже того, они используют молитву для того, чтобы разоблачать, осуждать и нападать на других, а некоторые для того, чтобы оправдать себя. На первый взгляд их молитвы обращены к Богу, но на самом деле они предназначены для человеческих ушей. Поэтому у этих людей нет не толики богобоязненного сердца, все они маловеры, мешающие работе Божьего дома. В таких молитвах эти лжелидеры раскрывают все свое уродство. Некоторые молятся, говоря что-то типа «Боже, эти люди неправильно меня поняли. Я не имел в виду ничего подобного. Я молюсь тебе, я не чувствую негатива, а другие могут думать, что им хочется». Одни озвучивают доктрины, а другие соревнуются, кто прослушал больше проповедей, кто запомнил больше псалмов или Божьих слов, кто больше времени проводит в молитве, кто самый красноречивый или кто знает больше способов молиться и читает молитвы самых разных видов. Разве это молитва? Что же это? Это бессовестное лиходейство. Это игра с истиной и ее попирания, оскорбления Бога и святотатства. Эти дьяволы и маловеры осмеливаются говорить что-то через молитву. Скажите мне, разве они истинно верующие? Есть ли у них хоть капля благочестия? Лишившись своего статуса лидера, такие люди впадают в негативный настрой, они вообще не анализируют себя, но жалуются повсюду? Я так много страдал, работая для Бога, а они все равно сказали, что я не выполнял никакой реальной работы, что я не истинный лидер, и они заменили меня? К тому же, многие ли могут озвучивать доктрины так всесторонне, как я? Многие ли настолько полны любви, как я? Я отказался от своей семьи и карьеры и каждый день проводил в церкви, собираясь с братьями и сестрами, выступая по три или по пять дней подряд. Как они могли так поступить со мной и заменить меня? Они не идут на уступки и не перестают троптать. Есть и такие, кто утверждает, не становитесь лидером в Божьем доме. Если вас выберут лидером, вас ждут неприятности, а когда вас заменят, у вас даже не будет возможности быть обычным верующим. Что это за слова? Это самые абсурдные и нелепые слова, и можно также сказать, что это слова несогласия с Богом, недовольство им и богохульство. Разве не таков смысл этих слов? Что содержится в этих словах? Эти слова необычные суждения, это нападки. Эти люди умалчивают о том, что их заменили за то, что они бесчинствовали, совершая дурные поступки и не выполняя никакой реальной работы, но жалуются на то, что Бог был неправеден с ними, что в своих действиях Он не учитывал их гордость, не понимал их чувств и эмоционального участия. Их менталитет – это менталитет неверующих, они полностью лишены истинной реальности. Как долго вы обычно молитесь на собраниях? Не слишком ли много времени это отнимает у других? Ваши молитвы когда-нибудь раздражали людей? Некоторые люди молятся очень долго, и присутствующим надоедает их слушать, но эти люди все равно считают себя самыми духовными и полагают, что они это обрели и этого достигли за долгие годы своей веры в Бога. Они не устают даже после нескольких часов молитвы, в течение которых они повторяют одни и те же старые, ничего не значащие вещи, произнося все те слова, доктрины и лозунги, которые они знают или слышали от других или же придумали сами. Они делают это, не задумываясь, надоело это другим или нет, и независимо от того, нравится им это или нет. Вы тоже так молитесь? Скажите мне, как правильно молиться, кратко или пространно? Нет ответа, что правильно и что неправильно. Это верно. Невозможно определить, что из этого правильно, а что нет. Нужно просто молиться Богу так, как велит сердце. Иногда для молитвы не нужно никаких церемоний, а иногда нужно. Это зависит от окружения и от того, что произошло. Если тебе кажется, что твоя молитва может затянуться, то помолись Богу о своем личном наедине. Не молись об этом на собрании и не отнимай время у других. Это называется разумом. Из-за своей гордыни и ради репутации некоторые люди не обращают на это никакого внимания. Это невежество и отсутствие разума. Разве есть хоть немного чувства стыда у людей, лишенных разума? Они даже не осознают, что другие испытывают отвращение, глядя на то, как они молятся. Разве может тот, у кого нет даже крупицы восприятия или осознания, постичь истину? Не может. Все истины принципы, которые Бог требует от человека притворять в жизнь, содержатся в Его словах, и все слова, которые произносит Бог, беседуя о притворении истины в жизнь, содержат принципы и являются принципами, просто их нужно тщательно обдумать. В Божьих словах так много принципов, касающихся притворения истины в жизнь. В них есть принципы и пути, как практиковать в самых разных случаях, во всевозможных ситуациях и контекстах. Главное, есть ли у тебя духовное понимание и способность к пониманию. Те, у кого есть эта способность к пониманию, могут понять истину. Если же нет, то все, что они постигают, это лишь предписание, независимо от того, насколько подробны Божьи слова, но это не понимание истины. Поэтому Бог дает тебе принцип, чтобы ты мог применять его в различных обстоятельствах. Слушая его слова и познавая его через различные переживания и общения, а также через просвещение Святого Духа, ты поймешь один аспект тех принципов, которые он упоминает, а также его требования, касающиеся одного вопроса. Тогда ты поймешь этот аспект истины. Если бы Богу пришлось объяснять все в деталях и указывать людям, как поступать в том или ином случае, то принципы, о которых он говорит, были бы бесполезны. Если бы Бог использовал этот метод и давал людям предписания о том, как поступать в том или ином случае, что в итоге обрели бы люди? Только лишь некоторые примеры практики и модели поведения. Они бы никогда не поняли ни Божьих намерений, ни Его слов. Если люди не понимают Божьих слов, то они никогда не смогут понять истину. Разве не так? Можете ли вы понять истину? Большинство людей не могут, и лишь те немногие, кто обладает духовным пониманием и любит истину, действительно способны это сделать. Каковы же обязательные условия для этого? Истину могут понять те, кто обладает духовным пониманием, имеет способность к пониманию, искренне стремится к истине и любит истину и позитивные вещи. Что касается остальных, тех, кто не может понять истину, это, с одной стороны, связано с проблемами их уровня или понимания, а с другой это вопрос времени. Так, если ты попросишь двадцатилетнего человека сделать что-то, что может и должен делать пятидесятилетний, не будешь ли ты принуждать его делать что-то, что выходит за рамки его возможностей. А теперь подумайте, с чем связана способность человека понимать истину? С его уровнем. Это связано с его уровнем. С чем еще? Это имеет определенное отношение к его стремлению. Некоторые люди действительно адекватны с точки зрения их понимания, скорости мышления и IQ, они могут понять истину, но они не любят истину и не стремятся к ней. Они не чувствуют ничего к истине в своих сердцах и не прилагают к этому никаких усилий. Для таких людей истина всегда будет чем-то туманным и непознаваемым и сколько бы лет они не верили в Бога, толку от этого не будет. Ну вот, я закончил рассказывать свои истории. Может ли сюжет и содержание этих историй помочь вам понять некоторые истины? Зачем я рассказываю эти истории? Нужно ли было бы рассказывать эти истории, если бы они не были связаны с условиями жизни людей, с раскрываемыми ими характерами и с их мыслями в реальной жизни? В этом не было бы необходимости. Все, что мы с вами обсуждали, это обычные явления и состояния, которые люди часто раскрывают в своей жизни, и это связано с человеческими характерами, взглядами и мыслями. Если, послушав эти истории, вы решите, что это всего лишь истории, что они немного забавны, слегка интересны, но не более того, и вы не можете понять содержащиеся в них истины, то они не принесут вам никакой пользы. Из этих историй вы должны понять некоторые истины. Это, по крайней мере, поможет вам изменить свое поведение, в частности, свои взгляды на некоторые вещи, и позволит вам отказаться от своих искаженных методов понимания, а также обрести чистое понимание подобных вещей. Необходимо не просто изменить ваше поведение, но в корне исправить состояния, порожденные развращенным характером. Вы понимаете? Продолжение следует...